Депутаты ЗАГС Собрания области выехали в поле, чтобы выяснить, как реализуется областной закон об обеспечении плодородия земель сельхозназначения. Как оказалось, в СПК большевик Сумского района решили сразу несколько проблем. Сохранили плодородие земель, перехитрили засуху и увеличили надой. Не случайно именно в этом хозяйстве депутаты знакомились с тем, как реализуется областной закон об обеспечении плодородия земель сельхозназначения на основе биологизации земледелия. Землю нужно кормить точно так же, как любое животное. Поэтому, когда мы используем в системе земледелия различные сорта, мы должны знать, сколько мы выносим с этими сортами землепитательных веществ, и столько же мы должны обратно ей отдать. Иначе мы не получим сожидаемого результата. Но на основе биологизации. Да, обязательно на основе биологизации. И вот именно в своеобразии этих сортов, наименований растений, они позволяют нам делать компоновку определенную и тем самым восполнять плодородие почвы. Использование разных сортов позволяет решить еще одну проблему. В этом случае не так страшна засуха. Самое главное, что здесь делается в Сунском районе, то они используют несколько видов кормовых культур. Даже при каких-то погодных условиях, если на каком-то поле у них не получилась одна кормовая культура, не набрала достаточной массы, то у них есть на других полях. Работы по заготовке травяной массы в хозяйстве идут полным ходом. И не случайно то, что и надои молока впечатляют. Чтобы иметь результаты в животноводстве, необходима хорошая кормовая база. Но пока опыт суньчан в других районах не использован, тем хозяйствам, которые все-таки могут пострадать от засухи, рассчитывать придется только на помощь бюджета. В огромном количестве хозяйств уже более трех недель не было дождей. И это очень важная фаза для растений. И здесь мы сегодня уже просто как сельскохозяйственный комитет и я как член комитета по экономическому развитию, вот сегодня мы обсуждали с представителями бюджетного комитета, ну мы уже подбираем аргументы для правительства области для дополнительного финансирования сельского хозяйства. При этом информация о работе суньчан по реализации закона об обеспечении плодородия земель сельхозназначения будет направлена во все районы области. Мы должны распахивать эти все земли, которые, ну сейчас не востребованы, я вот такое слово как-то не очень воспринимаю. Мы должны сделать все для того, чтобы если зерно, тогда оно должно быть доходное. Если карманок, они должны быть доходные в молоке, в животноводстве, значит, над чем мы работаем. И никак не нужно допускать, я думаю, нам наши следующие поколения просто не простят, когда все наши сельхозугодия зарастут лесом. И поэтому правильно делает здесь СПК Большевик, что отвоевывая землю под Пашу, значит, расширяет и расширяет свои земельные проходные угодья. Спикер ЗАГС собрания подчеркнул, что у нас есть все, чтобы с уверенностью сказать, сельское хозяйство приоритетно и для депутатов, и для правительства области, а потому надо стремиться выделять больше бюджетных денег. Но не просто давать деньги, надо, чтобы они работали. И пример рачительного хозяина – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Сумского района Петр Трушников. До этого почти 30 лет проработавший главным агрономом. Ему была вручена почетная грамота Законодательного собрания. Светлана Вертелецкая при содействии пресс-службы АЗС.